Гибель Гирея Золото и женщина Две гибели, которые ждут человека Когда в дело вмешивается шайтан Если высохла душа, дряблым стало тело Тогда золою Если кипит еще кровь и не погас огонь во взоре Тогда женщина Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом лучше посмеяться Казалось, не было на земле хана умнее Солгацкого Казалось, могущественный Арслан Гирей Имел все, чтобы быть довольным Сто три жены и двести наложниц Дворец из мрамора, порфира, сады и кофейнины Бесчисленные табуны лошадей и отары овец Что еще было желать? Казалось так Но по ночам приходил к Гирею кто-то и тревожил его мысль Все есть Только мало золота Откуда взять много золота? Спрашивал сам себя Гирей И не спал до утра И вот раз, когда пришли к нему беки Велел им созвать мудрецов со всего ханства Не знали беки для чего И каждый привел своего приятеля Хоть бы он и не был мудрец Средство хочу Объявил хан, чтобы камень золотом становился Подумали беки и мудрецы Помешался хан Если бы можно было так сделать, давно бы люди сделали Однако, сказали Воля Падишаха священна Священна Дай срок Через неделю попросили Если можешь, подожди А через две недели, когда открыли рот, чтобы просить нового срока Хан их прогнал Умный был хан Пойду сам поискать в народе мудреца Решил он Беки отговаривали Не следует хану ходить в народ Мало ли что может случиться Может услыхать хан такое Чего не должно слышать благородное ухо Все же пойду Оделся дервишем и пошел Правду, сказали беки Много обидного Услышал Гирей и о себе, и о беках Пока бродил по солгатским базарам и кофейням Говорили я последние его затеи Помешался хан Из камня золото захотел сделать А иные добавляли Позвал бы нашего Кемил Джинджи Может быть, что и вышло? А где же живет Кемил Джинджи? И хан пошел к колдуну Рассказал ему, чего хочет Долго молчал Джинджи Ну что же? Трудно будет Если все сделаешь Как? Скажу Может Что и выйдет Сделаю И хан поклялся великою клятвою Да ослабеют все три печени Если не сделаю так И повторил Учталакбошулсон Тогда сели в арбу и поехали Восемь дней ехали На девятый подъехали к Керченской горе Теперь пойдем Шри в гору Пока не стала растить тень А когда остановились Джинджи Начал читать заклинания На девятом слове Открылся камень И покатился в глубину А за ним две змеи Шипя Ушли в подземный ход Светилась чешуя Змей Лунным светом И увидел Хан по стенам Подземелья Ногих людей Танцующих Козлиный танец Теперь уже близко Повторяй за мной Хел Хала Хал И как только Хан повторил эти слова Упали впереди Железные ворота И Хан Вошел в другой мир Раздвинулись стены Подземелья Бриллиантами Заискрились Серебряные потолки Стоял Хан На груди Червонцев И целые тучи Их неслись Мимо него Поднялся Из земли Золотой камень Кругом Зажглись Рубиновые огни И среди них Хан Увидел девушку Которая лежала На листе лотоса Завыла Черная собака Сдрогнул Джин-Джи Не смотри на нее Но Хан смотрел Зачарованный Потускнели для него Бриллианты Грубой медью Казалось золото Ничтожными Все сокровища мира Не слышал Гирей ее голоса Но все в душе У него Пело Пело песнь нежную Как аромат Цветущего винограда Скорее возьми У ног ее ветку Бросился к нему Джин-Джи И все богатства Мира в твоих руках Поднялась Сложа царевна Арслан Гирей Не омрачит Своей памяти Похитив У девушки Ее чары Он был храбр Чтоб прийти И Придя Он полюбил Меня И останется Со мной Потянулись Уста царевны Навстречу Хану Заколебался Воздух Полетели Золотые искры Вынесли Джин-Джи Из недр Керченской горы И перебросили его На Солгатский базар Окружили его люди Слышал Пропал наш хан Говорили ему Жаль Арслан Гирея Но Джин-Джи Тихо покачал головою Не жалеете Гирея Он нашел больше Чем искал Продолжение следует... Продолжение следует...